На самом деле эту монографию написал, когда 30 лет назад, а издал 22 года назад, в 1995 году. И когда я недавно, нас посещали руководители Академии наук в Беларуси. — Высшее руководство. — Высшее руководство, председатель президента Академии наук. Я показал, рассказал об этой монографии, он говорит, давайте пересдадим наше бездательство, это же серьезная наука. Я ее снова перечитал и убедился, насколько был прав еще 30 лет назад. Главное, что в этой работе есть, это серьезная аналитика, очень серьезная аналитика о том, каким должен быть транспорт наземный и почему нам нужен космос. Космос нужен для того, чтобы создать индустрию, вынести ее с планеты Земля, потому что человек, человечество, цивилизация избрали технократический путь развития. Дельфины, во-первых, другой путь развития, они не технократы, у них совсем другая цивилизация. А люди, это порядка ста тысяч лет назад, когда там закрыли первые костры, стали делать первые инструменты, копья, ножи и прочее, стали выделывать шкуры, причем они это делали в пещерах, где они жили, готовить пищу на углях, жарить там мясо и так далее, тоже первые технологии, то они в 20 лет стали умирать от рака легких, потому что в их доме, в пещере смог. И они выжили, догадавшись, их ума хватило это понять, что надо выносить технологии за пределы дома, за пределы пещеры. И стала развиваться дальше цивилизация, и костров все стало больше и больше. В пещере там горел один костер, его было достаточно, а сейчас в нашем общем доме, даже это, наверное, не дом, это комната одна, где нет даже перегородок, это без сферы планеты Земля, это комната одна, без перегородок. Горят только в автомобилях миллиард костров, более мощных, которые выбрасывают канцерогены, в выхлопе больше ста канцерогены на уровне лица ребенка. Миллионы костров горят в воздухе, самолеты, вертолеты, на море корабли, на суше, котельные, электростанции. Один запуск тяжелой ракеты-носителя типа шаттла или энергии России, ну, СССР, делает дыру в озоновом слое размером с ранца, которая затягивается в течение года. Уже подсчитано, что только 80 запусков шаттла в год полностью уничтожают озоновый слой планеты. А озон – это там кухня погоды вся. Там наше здоровье и погода делается в озоновом слое. Причем влияние озонового слоя на климат, на экологию на планете в тысячу раз сильнее, чем промышленность, созданное человечество, а он разрушается в нашей деятельности. Это все делает индустрия, потому что мы – технологическо-индустриальная цивилизация. И эти процессы идут дальше, их нельзя остановить, у нас 7 миллиардов с лишним. Если это остановить, значит мы просто умрем. Мы не сможем кушать, питаться, одеваться, у нас не будет домов, где можно жить? В пещеру пойти. Уничтожить лишнее, как есть такие вот программы античеловечные, еще похуже, чем у Гитлера. Давайте оставим золотой миллиард, и мы туда не попадаем. С вами без золотой миллиарда. Это тоже так неправильно. Я это давно проанализировал и понял, что этот вектор выбрали не мы, и мы должны развиваться в этом направлении, никуда от этого не деться. Мы вынуждены это делать. И поскольку техносфера, которую создал человек, находится в той же нише, что и биосфера, то техносфера вытесняет биосферу и уничтожает ее. Это неизбежно. Так же, как биосфера была создана на мертвой планете, и живые организмы изменили мертвую планету. Поясокислород, озон — это же отходы жизнедеятельности живых организмов. Почва, коралловы острова, леса, болота, гомус — это все отходы жизнедеятельности живых организмов. Так вот, на этом месте возникла индустрия техносферы, которая делает другие отходы, неорганические, которые вытесняют органику. Кислород не нужен техносфере. Поэтому СО2, смог, СО2, кислотные дожди — почва не нужна индустрия. Поэтому вместо почвы — терриконы, отвалы, зола. И это процесс неизбежный, и это нельзя изменить. Нельзя так же, как изменить, как, допустим, говорят, можно экологически какие-то чистые технологии, замкнутые циклы. Это невозможно. Нельзя корову заставить давать только молоко. А сказать ей навоз, мочу и метан не выделять. Нам молоко нужно. Не получится, потому что корова берет на входе сырье, траву, перерабатывает и разделяет на молоко то, что нам нужно, и на навоз, мочу, метан, который выделяется в окружающей среде. Но в биосфере это то, что ей нужно, потому что именно на этом она и построена. Так вот так же любой завод, любая фабрика, любой технологический процесс берет сырье в окружающей среде, неважно какое, выделяет нужную нам продукцию, а то, что осталось — это отход. Но он индустриальный отход, выбрасывает в окружающую среду. А куда ее деть? Коровой же не может ходить с навозом внутри себя и с мочой. Так же? Так и завод не может держать в себе. Он, естественно, выбрался в окружающую среду. Эти процессы неизбежны. И я это понял давно, еще студентом, потом уже, когда работал и в науке, и строителями, инженер путей сообщения по образованию. Я понял, что есть только один выход — разделить техносферу и биосферу и вынести техносферу за пределы биосферы, как первобытные люди вынесли костры за пределы своего дома. А место, куда можно вынести индустрию — техносферу. Только одно — ближний космос. Не на Марс. Туда лететь надо полгода, год. И полет будет миллиард долларов стоить. На высоте 300 километров, где летают орбитальные станции, уже начинается ближний космос. Туда вынести. И там для техники, для индустрии идеальные условия. На планете нет невесомости, а там она есть. В невесомости, например, можно получать пеносталь, которая будет плавать в воде, и будет прочнее обычной стали, и не будет коррозии. Будет сто лет стоять, и ничего с ней не будет. На Земле такую сталь нельзя получить. А эта сталь будет в воде плавать, как пенопласт. Там можно уникальные материалы, конструкции делать. Потому что в невесомости это легко строится. Любых размеров у нас сооружения строить. Потому что конструкция невесома. Там есть вакуум. Причем глубокий вакуум. Куда я ни гляню, везде вакуум. У нас световые годы, триллионы километров. Вакуум везде. Чтобы получить глубокий вакуум на планете, в атмосфере, нужно затратить примерно столько же, сколько стоит тонна нефти. А там он бесплатен. Это важнейший технологический ресурс. Вакуум, да? Там нещерпаемые источники энергии. Вот сейчас ищут на планете, как солнечную энергию взять, как там верить. То ли уголь сжечь, то ли атомные станции, потому что нам нужно много энергии. То ли термояд. Давай такомаки там сочиняют. В России уже за рубежом потратили на термоядный синтез. Мы сейчас управляем уже больше 10 миллиардов долларов. Сейчас хотят еще 15 миллиардов потратить. Возможно, в 2030 году что-то у них получится. Возможно. А зачем все это нужно, если есть природный термоядный реактор под названием Солнце? Он работал уже без аварий 5 миллиардов лет. И еще столько же будет работать. Из квадратного метра освещенной поверхности там в космосе, а там нет снега, дождя, нет ночи на определенной высоте, да, орбите. Круглый год может работать. С квадратным метром можно взять киловатт мощности. Там можно элементарно простейшие солнечные станции создать, которые полностью обеспечат индустрию космическую энергию. Там не черпамо сырье. На стероидах, на планетах и так далее, на Луне, с космоса до Луны легко добраться. Это с Земли сложно. Поэтому там есть все в Думселе неограниченный пространственный ресурс. Куда хочешь лети, где хочешь живи, создав определенные условия. Поэтому я это понял давно, стал думать над этим. Тем более, что в те 60-70-е годы прошлого столетия были популярны идеи. Там же Гагарин полетел, там освоение космоса, заселение планеты. На Марсе будут яблони цвести и так далее. В том числе строительство городов Аннелла в космосе, где могут жить миллионы человек. И когда я стал анализировать, я понял, что это полная утопия. Чтобы это сделать, нет транспорта. Потому что мы живем на планете, и на этот транспорт геокосмический, с планеты в космос и обратно. Если 80 запусков шаттлов дешевают полностью миозонный слой, а шоку 80 запусков в год – это 800 тонн полезной нагрузки. Ну, 1000 тонн. А чтобы создать индустрию, обеспечить работу, нужно 100 миллионов тонн в год в грузопотоке, а то и больше. Там должны миллионы людей работать в земных условиях. И там можно создать, я знаю, как это сделать. И жилища там можно создать, такие же, как на планете, где будет даже тяжесть. Это с помощью струбежных средств. Где будет почва, где будут сады расти. Это нас тоже проработало. Я давно это прорабатывал. И вот тогда я понял, что нужен другой транспорт. Я придумал, как инженер создал его, да? Вообще планетно-транспортное средство. И это единственное решение, единственное, которое обеспечит решение той задачи, той проблемы. Это единственное решение, которое разрешает законы физики. Все остальное уничтожит планету, уничтожит людей. Неважно, ракета, пушка электромагнитная, космический лифт, безумно дорогой, будет стоить триллионы долларов и не решает никаких проблем. Или антигравитация, которая тоже ничего не решит. Но это надо долго объяснять, а пока об этом говорить не буду. То есть я анализировал все возможные варианты выхода в космос. Потому что мы находимся в гравитационной яме, и чтобы выйти в космос, мы должны затратить энергию. Выбраться с этой ямы гравитационной. То есть получить должны первую космическую скорость. Если взять кирпич, разогнав до 8 км в секунду первую космическую скорость, то он будет иметь такую же энергию, как электропоезд, движущийся скоростью 60 км в час. Представляете, сколько надо энергии потратить и денег, чтобы это вывести, да? При этом разрушая все вокруг, в том числе зоновых условий. Так, в общем, планетное транспортное средство — это единственное решение инженерное, которое выходит в космос, используя внутренние силы системы, не взаимодействуя с окружающей средой. Оно внутри всего сосредоточено, и за счет этой внутренней энергии оно и выходит, и садится. Это единственное решение. Поэтому по экологии другого нет.